Всем привет! В эфире 151 выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». Из наиболее значимых событий прошедшей недели в мире настольного хоккея стоит отметить прошедший в Эрюбру 39-й чемпионат Швеции. Первый состоялся уже в далеком 1983 году. Рекордсменом по числу выигранных титулов является легендарный Якоб Линдл, которого в своих интервью о самых значимых игроках в истории настольного хоккея упоминали я и Янис Галуза. И вот по числу титулов с ним сравнился не менее легендарный Ханс Остерман, переигравший в финале Оскара Хендриксона. В числе призеров Олаф Блюмме и Эдди Нильсон. Ну а теперь переходим к более подробным новостям. Сегодня в программе. Продолжаем получать юбилейные поздравления. Командный юниорский чемпионат Казани. Александр Янюшин спустя 6 лет снова лучший на этапе чемпионата Казани. Чемпионат Украины выиграл Антон Уманский. В Курске прошли традиционные майские кубки. Интервью Юрия Абрамова со Станиславом Лутаем. Этап чемпионата Санкт-Петербурга выиграл Никита Павлов. На прошлой неделе мы отмечали юбилей. Выход 150 номера. Мы получили много поздравлений и слов поддержки из разных городов и стран. Но не все такие поздравления успели прийти вовремя. Поэтому нынешний выпуск мы также начнем с этих поздравлений. Лига настольного хоккея Ивановской области поздравляет редакцию видеожурнала Время настольного хоккея с очередным покоренным рубежом в 150 выпусков. И желает не останавливаться на достигнутом. И дальше просвещать любителей настольного хоккея о происходящем в мире их любимой игры. Делать это также талантливо, умело и профессионально. Желаем профессионального роста и развития в выбранной вами сфере. Ну, пользуясь предоставленным случаем, хочу выразить огромную благодарность Виталию Скоробогатову за то, что он делает для нас такое вот просто невозможное. Он проделывает такую большую работу в плане развития и продвижения нашего нахока. Наверное, больше нет такого человека, который бы одновременно занимался с детьми, молодежью, секционной работой. Далее, был организатором турнира, сам играл, да еще и для нас выпускал бы вот такие вот телепередачи, выпуски Время настольного хоккея. Ведь, по сути, сейчас мы, наверное, только от него, от Виталика, узнаем все настольно-хоккейные новости мира. Ему удается держать на пульсе, собирать репортажи, интервью и все это выкладывать. Виталик приезжал к нам в Шимкен, да, мы очень много дискутировали, спорили, но нас объединяло одно. Мы очень любим эту игру. Вообще, Виталий, он настоящий фанат своего дела и организатор турниров. Поэтому, Виталик, желаю тебе, в первую очередь, крепкого здоровья, творческих успехов, хороших репортажей, хороших видеоматериалов. Вот, не болей, будь с нами, потому что только через тебя мы узнаем все новости. Привет, Виталий. Хочу поздравить тебя с юбилейным выпуском твоего видеожурнала. Солидная цифра 150 позволяет предположить, что не за горами трехлетний юбилей, а это немалый возраст в быстроменяющемся мире. Если приблизительно прикинуть, сколько настольно-хоккейных событий ты смог осветить за это время, то с уверенностью можно сказать, что НХ жив и двигается вперед, несмотря ни на что. В нашем настольно-хоккейном мире твой проект, вероятно, можно сравнить с путеводной звездой, позволяющей двигаться в правильном направлении не только организаторам, но и игрокам. Ну и, конечно, я хочу пожелать тебе, чтобы хватало ресурсов, энергии и сил на все твои проекты, как сегодняшнего дня, так и будущие. Удачи, сэр! Настольно-хоккейный сезон в Казани завершился двумя турнирами. Было это еще, правда, в апреле, но сюжет, только сейчас, подготовленный Александром Янюшиным, дошел до нас. Ну что же вы хотите, от Казани до Питера-то ого-го! Юниорский командный кубок разыграли между собой 10 команд. Команда-победитель всех предыдущих турниров «Лимонад» в этом году лишилась своего внезапно повзрослевшего лидера Исмаила Иксанова. У их главного конкурента команды «Арена» напротив полный боевой комплект. Амир Галимов – претендент на серебро по итогам сезона, а Егоры – Чебаев или Стровой – все чаще играют в основном плей-офф чемпионата Казани. За бронзу турнира должны были побороться «Лимонад-2», «Патагония», «Молодежка», «Универсам» и «Крылья». Но две последние команды не добрались до основного плей-оффа. «Крылья» сенсационно уступили двум новичкам турнира – командам «Спартак-14» и «Ред Уинкс», а «Универсам» был бит «Молодежкой». «Универсамовские» реабилитировались, выиграв малый плей-офф – серебро у команды «Спартак-14», бронзу забрали «Крылья». В 1-4 плей-офф «Патагония» и «Лимонад-2» ожидаемо выбили «Ред Уинкс» и «Молодежку», а затем дружно проиграли в полуфиналах «Арене» и «Лимонаду». Несмотря на все старания своего капитана, «Патагония» уступила «Лимонаду-2» в матче за третье место. На финал игроков арены настраивать не нужно было. Каждый желал взять реванш за прошлогоднее разгромное поражение. И действительно, в первом туре пополнить копилку «Лимонада» смог только Дмитрий Мельников. Ничья с Егором Чебаевым. Во втором туре Чебаев снова сыграл ничью. На этот раз с Константином Горшковым. И вновь эта ничья – единственное достижение «Лимонада» за тур. В заключительном туре Мельников и Горшков выиграли свои матчи, но поезд уже мчался во вполне себе ясную даль. На церемонию награждения победителя турнира команды «Арена». Амир Галимов, Егор Чебаев, Егор Лестровой и Салават Гарифуллин впервые привели команду «Арена» к победе в юниорском командном кубке «Казани». Пятый финальный этап Чемпионата «Казани» должен был определить призеров, занявших второе и третье место, а также лучших в разных категориях. Чемпион был известен заранее – Константин Барабаш. А на второе и третье место преддавали сразу несколько игроков. Лучшие шансы на второе место были у новоиспеченного ветерана Рамиля Галиева. Обойти его можно было лишь при определенных раскладах. Победа в турнире и пятое итоговое место Рамиля. Чем ниже место Рамиля, тем меньше подвиг требовался от его преследователей. Квалификацию играли в две группы. Борьбу продолжала первая шестерка из каждой. Первую группу уверенно выиграл Амир Галимов. Второй Хамеев, третий Барабаш. Следом финишировали Коршков, Русских и Листровой. Но Всеволод Русских снялся с турнира, и его место в высшей лиге перешло к финишировавшему седьмым Роману Бенце из Ижевска. Во второй квалификационной группе результаты были плотнее. Шакиров, Смирнов, Янюшин и Галиев набрали по 18 очков. Следом Чебаев и Назмуддинов, отобравши путевку-вышку у Сергея Акчурина из Самары. Ратмир Лазарев, Павел Валеев и Матвей Радаев стали призерами второй лиги. Таблицу первой лиги возглавили Виктор Голубянский, Салават Гарифулин, Сергей Марочкин и Алмаз Графуддинов. Но им еще предстояло отстоять эти места в плей-офф с вылетевшими игроками высшей лиги. Это Егор Чебаев, Константин Горшков, Роман Бенца и Белал Назмуддинов. В одной четвертой Гарифулин и Голубянский оказались сильнее своих соперников из высшей лиги. Салават выбил Романа Бенцу, а Виктор Белал Назмуддинова. Егор Чебаев и Константин Горшков не встретили серьезного сопротивления со стороны Сергея Акчурина и Ислама Шаехова. В полуфиналах Егор Чебаев легко прошел Виктора Голубянского, а Салават Гарифулин навязал борьбу, но уступил Константину Горшкову. Третье место малого плов заслуженно занял Салават Гарифулин и наконец-то заработал первую медаль этого сезона. В овертайме третьего решающего матча финала Егор Чебаев переиграл Константина Горшкова. Все самое интересное на этот раз было в высшей лиге. Костя Барабаш в очередной раз уверенно ее выиграл. Вторым финишировал Александр Янюшин, третий Павел Шакиров, четвертое место у давно не игравшего Артема Смирнова. Далее Хамиев, Галиев, Галимов, Лестровой. К старту пловов претендентов на второе и третье место осталось трое. Галиев, Янюшин, Галимов. Поэтому победитель серии 1-4 финала Янюшин-Галимов гарантировал себе как минимум бронзу. Высокая мотивация была у обоих игроков. Серия выдалась очень напряженной. Взяв первую игру, Александр смог выиграть два овертайма подряд и продолжить гонку за серебро и титул лучшего ветерана сезона с Рамилем Галиевым. Продолжалась она, кстати, всего 5 минут, потому что Рамиль Галиев со счетом 3-1 обыграл в своей серии Павла Шакирова. Самой затяжной стала серия Смирнов-Хамиев. Соперники выигрывали только на удачной стороне, а кто первый ее занял, тот и победитель. Тимур Хамиев идет дальше. На победителя четвертой пары Барабаш и Стравой букмекеры ставки не принимали. В полуфинале Костя снова берет серию со счетом 3-0. И Тимур Хамиев отправляется ждать соперника по матчу за третье место. В первом матче полуфинала на волне успеха Янюшин и Галиев совершают кавалерийские наскоки на ворота соперника, не оглядываясь на оборону. 7-4 в пользу Рамиля. Затем Александр немного успокаивает игру и доводит серию до победы, выиграв 3 игры подряд. Плотную и потную серию за третье место выигрывает Тимур Хамиев. Это, кстати, был его единственный шанс на медаль в этом году. Предыдущие 4 этапа Тимур пропустил по разным причинам. В первом матче финальной серии Константин Барбаш активно развлекался, накидывая сопернику. Вместе с ним развлекались все, даже сам соперник, забивая себе. Это, видимо, как-то усыпило бдительность Константина. И Александр Янюшин снова проворачивает коронную комбинацию этой серии плей-офф. Три подряд. Неожиданная победа Александра стала первой за последние 7 лет на этапах чемпионата Казани. Но и ее было недостаточно, чтобы занять второе место по итогам сезона. 200 очков из 200 возможных набирает Константин Барбаш, защищая титул чемпиона Казани и сравнивается по этому количеству с Эмилем Мумджи. 169 очков у серебряного призера и лучшего ветерана по итогам сезона Рамиля Галиева. 167 очков набрал бронзовый призер Александр Янюшин. Лучшим новичком сезона стал Всеволод Русский. Второе место у Алмаза Графуддинова. Третий – Егор Ефремов. Лучшая в женской категории – Эмилия Зиганшина. Лучший нагородний игрок – Роман Бенца. Лучший ветеран – Рамиль Галиев. Лучший юниор – Амир Галимов. Лучший игрок в возрасте до 13 лет – Егор Листровой. 11 мая завершился 20-й юбилейный чемпионат Украины. В третьем этапе, прошедшем в Киеве, приняло участие 17 игроков. Поскольку из трех этапов два считаются зачетными, то претендентов на чемпионство оставалось трое. Это финалисты первого этапа Алексей Корабель и Владислав Семенчук, а также победитель второго этапа Антон Умунский. Корабель-младший выиграл групповую стадию, заметно оторвавшись от двух других претендентов. Корабель-старший, напротив, на этот раз оказался вдали от зоны плывов, только на 14-м месте. Его обошли юные игроки – Саша Пилипенко, Валера Корницкий, Максим Карпус. В споре за последнее вакантное восьмое место сразились ветераны – Назар Кондрашевский и Александр Зайчук. Ничья 4-4 оказалась на руку Назару, который привлек в турнир двух своих сыновей – Любомира и Олеся. В четвертьфинале Кондрашевский-старший попал сразу на Алексея Корабля и быстро сошел с дистанции – 0-4. Два других ветерана, оказавшихся в плей-офф – Михаил Спиваковский и Игорь Запорожец – сумели подольше задержаться. Запорожец вообще вел в серии Семенчуком 2-0. Две следующие игры завершались в ничью, и только в дополнительное время Влад вырывал победы. Чувствуется, что ветеран подустал, и Семенчук еще двумя победами довел дело до итоговых 4-2. Мощно начал четвертьфинальную серию и Спиваковский с Уманским. 3-1. Антону удалось сравнять счет по партиям – 3-3. Седьмой матч по классике перешел в овертайм. И здесь удача улыбнулась Уманскому. Четвертым полуфиналистом стал Роман Игнатенко, разобравшийся с Артемом Матанцевым – 4-1. И на этом останавливаться не собирался, невзирая на личность своего соперника по полуфинальной серии – Алексея Корабля. После двух первых неудачных этапов сезона Роман потерял шансы на чемпионство. Алексей же еще боролся за титул. Но Игнатенко сыграл по чесноку и выиграл у друга 4-3. Уманский был сильнее Семичука – 4-1. Бронзу этапа взял Алексей Корабель. В финале Роман Игнатенко творил чудеса, за четыре игры переиграв Антона Уманского. Или Антон уже знал о своем досрочном чемпионстве. Ведь, имея одинаковое количество баллов с кораблем, он имел над ним преимущество по цене выигранного этапа в мировом рейтинге. Вот такой дополнительный показатель в первенстве Украины. Также в этот день сыграли свой этап ветераны. Играли не быстро, а очень быстро. Вернее, результаты шести ветеранов вычленили из общего этапа чемпионата Украины. А потом сразу финал. Михаил Спиваковский сначала в группе записал на себя пять побед, а потом в финальной серии с Назаром Кондрашевским еще четыре. Бронзу этапа взял Игорь Запорожец. В таком же порядке призеры расположились и на итоговом пьедестале ветеранского чемпионата. В Курске 12 мая прошли сразу три турнира. На основе колоритных фотографий от Вадима Ситникова мы и построим сюжет о прошедших соревнованиях. Итак, три финальных турнира. Юниорский, Кубок Клыкова и Кубок Надежды. Начнем с юных участников. В финале чемпионата среди юниоров в наш хоккей собрались девять игроков. Групповую стадию неожиданно выиграл Дмитрий Садыиков. Пока находящийся в тени своих сверстников, Дима смог их удивить. Единственное поражение потерпев от одного из фаворитов юниорского чемпионата Никиты Быкова. Но как взлетел Дмитрий стремительно, так и упал внезапно, проиграв своему старшему брату Артему уже в четвертьфинале. Но и Артем проиграл следующие две серии в сухую. Сначала в полуфинале Николая Верютину, а затем в споре за бронзу Никите Быкову. Победителем чемпионата среди юниоров в наш хоккей сезону 23-24 стал Николай Верютин, переигравший в финале Александра Кузнецова со счетом серии 3-0. Кубок Клыкова является вторым по значимости после Кубка Надежды престижным трофеем Лиги Настольного Хоккея Курска и назван так в память о народном художнике России и главе Союза Русского Народа Вячеславе Михайловиче Клыкове. Должны были играть 8 мастеров, но Максим Старков пропустил турнир, пропустив полуфинал Сергея Легостаева. Павел Чурилин и Дмитрий Фатеев без видимых трудностей разобрались с соперниками по четвертьфиналу Александрой Павловой и Владиславом Чесноковым. Зато в серии Игоря Щербакова и гостя из Орла Дениса Дудкина кипели страсти. Три игры выиграл фаворит пары Щербаков, четыре игры завершились в ничью и все четыре раза в овертайме удача улыбалась Денису Дудкину. Получивший прозвище Лаки Дэн, затем за четыре игры управился Слегастаевым, который не имел игровой практики в четвертьфинале. В соседней паре белгородец Дмитрий Фатеев превзошел Павла Чурилина только в седьмом решающем поединке. Вот так в финале курского турнира сошлись приезжие игроки. Дудкин проиграл первые две игры, но затем госпожа удача снова встала на его сторону. 4-2! Денис Дудкин впервые выиграл престижный трофей – кубок Клыкова. И, наконец, Кубок Надежды, который является главным и самым почетным трофеем Лиги на столе в хоккее Курска. По результатам полуфиналов в золотой серии сошлись нынешние главные звезды Курского нахока Сергей Иванов и Андрей Чеплыгин. И не в первый раз в этом году сильнее оказался Андрей. В матче за третье место Владимир Киселев обошел одноклубника Дмитрия Набасова со счетом в серии 3-1. Как я отмечал в прошлом выпуске, Юрий Абрамов из Петрозаводска сейчас является, пожалуй, одним из самых активных соавторов времени настольного хоккея. Свои сюжеты он постит на странице ВКонтакте Карельской Лиги настольного хоккея. Я их дублирую для видеожурнала, чтобы расширить аудиторию. Недавно Юрий съездил в Тулу и подготовил серию интервью с ведущим мастером, чемпионом мира и России среди ветеранов Станиславом Лутаем. На столе в хоккей первый раз я попал через спортмастер. Тогда еще в 2003 году проходили вот эти вот спортмастер-серенования. И по радио просто ехал в машине, услышал, что будет турнир, а мы с братом в свое время, то есть такие большие любители были, вот это старого настольного хоккея. А из Москвы приехал по приглашению как раз Марголис, тогдашний президент, и два игрока топовых на тот момент. Это Антон Глубкобородов и, по-моему, Юра Иванов, тоже был крутой игрок. Мастер-класс давал Глубкобородов. Он играл на стуле, вот, когда тот для нас дико-дико-дико-минку был. Со своим стулом приехал, поставил, сидит, играет, и стоит к нему очередь. И эта очередь, то есть она быстро отлетает, то есть на трех голов играли. То есть один, второй, все-все быстро так уходит. Я думал, ну, я-то сейчас ему покажу, как справа, как мы щелкнули. Ну и все, и только я подошел, такой, пэм-пэм-пэм, все, 3-0, меня все-таки следующий толкает. Я такой, я просто не понял, что за чудеса, что это такое. Короче, начался турнир, и я на этом турнире, там человек 40 был, вот, занял второе место. Первое место занял парень, который уже съездил на турнир, нахватал с этих танкишечек, какую-то его, ну, и, в общем, я ему проиграл. И Марголес говорит, ну, вот у нас сейчас будет чемпионат России, там какой-то четвертый или пятый этап, приезжай. А потом домой приехал, подумал, жене говорю, слушай, поехали на выходные в Москву, я вас в Малаковку там отвезу, там, крошечникам-то, сюда потусим, а я там, вот, поделал. Вот, ну и, короче, попал, потом, причем всю обратную, дорогу, помню, я иду за рулем, а у меня все вот эти движения, вот эти вот, там, в голове, да, то есть скорость переключаю, как это шайбу заколачиваю, это было вообще капец. Все, я загорелся, и вот с тех пор стал регулярно играть. Да, я сразу купил в спортмастере поляну, у меня тогда, в дальнейшем директором спортмастера был тоже мой товарищ, как его нос, начал чуть-чуть там играть, вот, ну, и стал ездить, вот. А в 2007 году уже попал в сборную, по-моему, шестое место чемпионата России общее, итоговое занял. Вот этот вот парень, который занял первое место на самом первом тульском чемпионате, он как-то быстро соскочил. У нас были в те времена еще, что же, айтишники, так называемые, они даже были незнакомые, но они через, вот, что они все время в интернете, то есть они узнали о настольном хоккее, то, что очень, ну, сначала у себя увлеклись, потом на меня вышли, потом стали ездить на чемпионаты, там, там, Дима Барахов, потом, вот, Гриша Дубин, чуть похоже, ну, там, Сергей Самалин, ну, такие знаковые игроки тульские, вот, ну, и были еще средние игроки, которые особо никуда не ездили, там, по офисам играли. Вот, и, то есть костяк был как раз, вот, я говорю, Гриша Дубин потом вообще, то есть, как бы, в топы вырвался, то есть, скажем так, он и Кубок России брал, и он достиг такого уровня, что, допустим, мне уже с ним было очень тяжело, там, даже серию выиграть. Мы с ним спринговали периодически, вот, ну, иногда выигрывал, конечно, но в большем случае проигрывал. А так, и все, кто приезжал, все были довольны, то есть, состав был немногочисленный, но качественный достаточно, и, ну, то есть, мы с Гришей были как организатором, но, считай, он представил помещение, а все организаторские дела уже вел я, да. Хоккей, то, что было лично у нас, у нас были там определенные площадки, мы привозили, а так как Тул рядом с Москвой, нам привозили с Федерацией. Да, привозили мы, тут же, потом это обратно отвозили, ну, в последний раз Руненков, я помню, привозил, да, до этого Титов. На самом деле этот Оружейный Кубок мне попросил проводить Титов, то есть, на тот момент. Я особо не поклонник, знаете, как общественной деятельности, то есть, я, ну, сам бы я не стал бы ничего проводить, мне нафиг, нет, у меня своих дел полно. Ну, попросил товарища, ну, думаю, да я попробую, ну, вот. Прыгали хорошо, особенно вот после турнира, ну, вообще, там удобное место, то есть, я там шашлык жарил, то есть, все, поляну накрывал. Ну, да, где-то в интернете тоже видео есть, в стиге газете, я помню. Ну, я пытался, да, на один турнир его привезти, вот, племянников, то есть, был, у кого-то спортмастер тоже проводил какой-то турнир в Москве, среди любителей, вот, я их все готовил, ну, съездили, поиграли, ну, ничего не заняли, но, как бы, особо, да, поучаствовали, но особо и не загорелись. Это 2000 где-то, даже, может, восьмое, вот какой год, сколько ему было-то на тот момент, ему было, ну, лет 13-14, он уже занимался не боксом, вот, и, ну, серьезным достаточно, вот, и настолько серьезным, что он впоследствии стал мастером спорта международного класса, попал в сборную России по боксу, олимпийский спорт, где конкуренция такая жесткая, то есть, многие всю жизнь боксируют, и мальчика от России отбораться не могут. 12 мая завершился 32-й чемпионат Санкт-Петербурга. Заключительный четвертый этап прошел в библиотеке друзей на Московском шоссе 2 и собрал 42 участника. Для начала, как обычно, играли новички и любители. 20 игроков. Параллельно еще и человек 10 из числа читателей библиотеки могли попробовать свои силы на стиге. Большинство играли в первый раз, но оказалось, что у Николая Чуфарова есть дома стига, поэтому он отважился сыграть с мастерами. Также дебютировал на питерских соревнованиях, приехавший из Волгодонска Олег Трифонов. Отбор у любителей был скоротечен. 5 групп по 4 участника. По двое лучших выходили во вторую лигу, остальные двое в третью. Все прошло согласно рассеву, но те, кто все-таки видел себя уже в лиге повыше, мог доказать свои притязания победой в третьей лиге. Единственную победу в третьей лиге одержал гость с юга Олег Трифонов. 5-1 он обыграл Кирилла Илюхина. И юниору не хватило этих двух очков, чтобы пробиться в квартет полуфиналистов в плей-офф. А так Кирилл попал в мини-турнир с еще двумя представителями клуба «Ровесник» Евгением Захаренко и Юлией Зубкиной. У всей троицы по 12 очков. Захаренко обыграл Илюхина и поделил очки с Зубкиной. Это и позволило ему заскочить в плей-офф. Начал Евгений удар на полуфинальную серию и с победителем групповой стадии Александром Зубкиным. 4-1. В сериях из двух матчей суммируются шайбы. И задел в три шайбы, делала Захаренко фаворитом перед ответным поединком. Но Александр сумел заметно превзойти своего оппонента. 6-0. В соседнем полуфинале юный Никита Борисов дважды переиграл Максиму Трусакова. В серии за третье место Максиму также не удалось одержать ни одной победы. 2-2. 0-1. Бронза досталась Евгению Захаренко. В финале Александр Зубкин выиграл оба матча у юного Борисова. 4-3. 3-1. В лиге рангом повыше собрались все фавориты любительского чемпионата, завершившегося неделю назад. И здесь снова групповую стадию лучше всех провел Виталий Смирнов. Всего три потерянных очка. Плотной группой за ним расположились преследователи. Анастасия Вершинина, Алексей Бушуев и Иван Алексеев. Все четверо неожиданно крупно обыграли Дмитрия Жеребятева, на счету которого два выигранных этапа любительского чемпионата. И такие перепады в игре характерны для Дмитрия. Опытные Михаил Салов и Аркадий Косарев помахали вслед отправившимся в плей-офф и покинули турнир, не оставшись на игры с мастерами. А вот юные Никита Коновалов и Максим Никитин продолжили набираться опыта. В полуфинале произошло повторение недельной давности. Виталий Смирнов снова уступил Ивану Алексееву. В соседней серии Анастасия Вершинина дважды переиграла Алексея Бушуева. Смирнов взял бронзу, дважды выиграв у Бушуева-старшего. А в финале Насте удалось взять реванш у Вани за поражение недельной давности. Причем второй поединок прошел при ее подавляющем превосходстве 9-1. После любительской стадии подошли мастера. В трех отборочных группах выявляли по шесть игроков, которые затем формировали высшую лигу. В первой группе не задался день у Михаила Никитина. Мало того, что он сам отыграл не лучшим образом, проиграв важный матч и Андрею Бедякову, и Михаилу Богомолову, своим прямым конкурентом, так и еще свой победный счет в игре с юным Максимом Никитиным записал сопернику. Злую шутку сыграла не только одинаковая фамилия, но и одинаковое начало имен с буквы «М». И именно эти два очка стоили Михаилу место в высшей лиге. В первой играть он отказался. С большим трудом пробилась Елена Никитина. Она проиграла Никитика Навалову. Надеюсь, что здесь не было ошибки, опять-таки из-за схожести имен и фамилий. Ударно провел отбор Михаил Богомолов, обыгравший не только прямых конкурентов, но и Семена Бедюкова. Во главе второй группы один из главных фаворитов турнира – неожиданно появившийся Никита Павлов. В последний раз Никита играл на городском чемпионате три года назад. Став чемпионом, Павлов больше в нем не участвовал. Единственное поражение в отборе Никита потерпел от Александра Данилова. Сам суперветеран зашел с третьего места, опередив двух своих одноклубников по петербургским пиратам – Евгения Пипченко и Игоря Левушина. Они оба пробились не без труда. На пятки им наступали юные – Андрей Иванченко и Виталий Смирнов. В третьей группе за право сыграть в высшей лиге боролись финалисты любительской стадии – Иван Алексеев и Анастасия Вершинина. В очном поединке Ваваня взял реванш у Насти – 3-1. Еще Алексееву удалось отнять очко у победителя группы Ильи Пономарева, а Вершинина поделила очки с Алексеем Черновым, ставшим вторым. Я снова в игре с Симоновым забросил себе шайбу на тишине, выдвинув Павла на третью строчку. Артем Бушуев хоть и зашел только с шестого места, но победа 7-4 над Андреем Будилиным говорила о его большом потенциале. Первая лига. И снова очное соперничество между Иваном Алексеевым и Анастасией Вершининой. Оба набрали по 10 очков, и победа 5-4 позволила Ивану занять первое место. Виталий Смирнов хоть на этот раз и обыграл Ивана Алексеева, но опустился на пятое место. В споре за бронзу Максим Никитин переиграл Андрея Иванченко. Надо бы Андрею со следующего сезона подключиться к любительскому чемпионату. Конкуренция там заметно подросла. Дебютант Николай Чуфаров одержал первую победу, отправив на последнее место Никиту Коновалова. В высшей лиге ударно стартовал Артем Бушуев, из пяти партий выиграв четыре. Единственное поражение потерпел от Никиты Павлова. Но потом случилась ничья с Даниловым, и последовала серия из шести поражений подряд. Пришлось распрощаться с мечтами о плей-оуп. Также стремительно стартовал Борис Вельмога. Семь матчей, шесть побед. В шестом туре довелось встретиться со мной. Я сам двигался крейсерским ходом, одерживая победы одну за другой. Бориса снес с пути 7-0. Но Вельмога не расклеился, и уже в следующем туре переиграл Семена Бетякова, да и финишировал на третьем месте. В двенадцатом туре Вельмога играл с Андреем Будилиным, прямым конкурентом за итоговое второе место. Андрей тоже мощно стартовал, после девяти игр имея восемь побед. Единственное ничья случилось в игре с Михаилом Богомоловым. И вот Вельмога. Борис победил 4-1, сбив с победного марша Андрея. Потом последовали еще четыре поражения, и Будилин финишировал четвертым. Если у кого-то старт удался, то бывшие одноклубники по северному сиянию Михаил Гончарук и Никита Павлов долго входили в нужный темп. После трех стартовых побед Никита потерпел четыре поражения подряд, и проход в плей-офф оказался под вопросом. Только в заключительных турах, одержав победу над Вельмогой и мной, Павлов заскочил с седьмого места. Гончарук толком начал набирать очки с девятого тура, до этого имея в активе всего четыре. И на восьмом месте оказался благодаря победе над Леушиным 4-3. Не лучшим образом отыграл Евгений Пипченко, финалист мартовского кубка Санкт-Петербурга. Только 50% набранных очков, 50 место. Артем Будаев поднял 50% очков у восьмерки пробившейся в плей-офф, но сам финишировал одиннадцатым. Елена Никитина, напротив, почти всем лидерам проиграла, но исправно набирала очки с нижестоящими. Единственный большой успех – победа над Павловым 3-1. Пономарев и Михаил Богомолов также выиграли у фаворита. Выиграл же высшую лигу, причем досрочно за три тура до финиша. Я, отдав много сил, я не смог достойно отыграть в плей-офф. 2-4, поражение от Михаила Гочарука в четвертьфинале. Продолжавшие борьбу за распределение медалей Будилина-Вельмога, уверенно прошли Чернова и Алексея Богомолова. А занявший в вышке второе место Семен Битюков, получил соперники Никиту Павлова. Вот так сюрприз. Досрочный финал в 1-4. Сначала Никита выиграл стартовый поединок. Потом Семен перехватил инициативу, победя 2-1. Но Павлов уже поймал свою игру и выиграл три оставшихся поединка. 4-2. В полуфинале Вельмога хоть и начал серию с Павловым с победы, но Никита снова доказал свое превосходство. 4-1. На соседнем столе кипели жаркие споры. Изучивший досконально правила игры, Андрей Будилин, как опытный юрист, оперировал статьями регламента, чем смог сбить настрой Михаила Гончарука. 4-1. Тем самым взяв реванш за поражение в серии за третье место на прошлом этапе. Казалось, Гончарук смог настроиться на бронзовую серию с Вельмогой. 7-1. 3-0. Оставалось сделать последний победный шаг. Вероятно, Миша рано успокоился. И когда соперник потерял бдительность, из засады выскочил Борис. Три победы и бронзовую Вельмоги. В финале Андрей Будилин оказывал достойное сопротивление Никите Павлову. Но все-таки фаворит довел дело до победы. 4-2. Поскольку Павлов принимал участие только в одном этапе, на общий итог 32-го чемпионата Санкт-Петербурга это уже никак не повлияло. Главный трофей у Семена Битюкова. Будилин с Вельмогой набрали одинаковое количество зачетных баллов по 283. Но у Андрея в активе финал. Борис же выше третьего места не поднимался на этапах. По этому показателю итоговое серебро у Будилина. В десятку лучших, получивших фирменные шайбы чемпионата Санкт-Петербурга, вошли Виталий Скоробогатов, Игорь Левушин, Алексей Чернов, Артем Будаев, Павел Симонов, Михаил Богомолов и Александр Данилов. Всего же в четырех этапах 32-го городского чемпионата принял участие 101 игрок. Лучше были показатели еще в допандемийном 2020 году. 133. Так что можно отметить положительную динамику. До встречи на 33-м чемпионате осенью. А пока... пока! Победы у тебя или поражения? Внизу таблицы ты или на вершине апогея? Игра, голы, моменты, напряжение. Смотри всегда! Время настольного хоккея!